Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вам матч Единой Лиги ВТБ между командами Баскетбольный клуб Химки и Баскетбольный клуб Парма, город Пермь. Матч проходит, как все матчи домашней поединки Баскетбольного клуба Химки в Баскетбольном центре Московской области. И для вас этот матч комментирует Андрей Беляев. Пока представляю команду Парма. Скажу об арбитрах сегодняшнего поединка. Семен Авинов, Илья Путенко, Иван Бахтеев и комиссар матча Владимир Татугин. Ну а теперь конкретно по этой игре и команда Парма. Такая непростая ситуация сложилась в Единой Лиге ВТБ в смысле определения команд для попадания в плей-офф. На данный момент, ну фактически, четыре коллектива претендуют на присутствие в восьмерке сильнейших команд по итогам регулярного чемпионата. Шестое, седьмое, восьмое, девятое место. Примерно одинаковые цифры. Там в районе семи побед, двенадцати поражений. Соответственно, вот эти последние матчи, причем тоже, в чем еще загвоздка, команды сыграли разное количество поединков. Вот эти четыре команды. У кого-то восемнадцать игр, у кого-то девятнадцать. У кого-то уже есть даже двадцать матчей. Семь побед, тринадцать поражений. Ну, в общем, все решается сейчас. И в большей степени, конечно же, это относится к клубу Парма. Химчане-то себе уже место в плей-офф завоевали фактически на сто процентов. Вопрос будет только, вот как они завершат регулярный чемпионат. И, соответственно, там окажутся строчка выше, строчка ниже. Что, в принципе, не особенно принципиально, наверное. А вот для Парма вопрос решающий. И так получилось, что именно Парма вот эту концовку регулярного чемпионата проводит с сильнейшими клубами страны. И для них, конечно, все очень и очень непросто. На строчку выше Парма находится Нижний Новгород. У них тоже концовочка непростая. Но, тем не менее, есть возможность одну игру-то, как минимум, наверное, постараться зацепить. У остальных команд, те, что ниже, Смоки Минск и ВЭФ, ну, у них тоже будет все очень непросто. Смоки Минск, один из ближайших конкурентов и Пармы, и Нижнего Новгорода, у них предстоят матчи с Химчанами и Автодором. Не ошибаюсь. Так что, в общем, шансы на то, что Смоки Минск тоже свои последние матчи проиграет, достаточно велики. Состав Парма на сегодняшний поединок. Николай Смадус на посту главного тренера этой команды. И, кстати, очень-очень неплохой команды. Особенно, если мы сравниваем Парму этого сезона с Пармой сезона прошлого. Когда совсем мало что получалось. Вот Матус крупным планом, вашему вниманию, главный тренер Пармы. Химчане на данный момент, несмотря на то, что завоевали уже абсолютно точно право участия в плей-оффе в Евролиге, ну, будем говорить программы минимум, восьмерку попали, правда, на последнем месте, и будут сражаться с ЦСКА состав команды Химки на сегодняшний матч. И вот что для Химчан, ну, тоже усложняет. Ситуация в сегодняшнем поединке. Отсутствуют травмированный Джеймс Андерсон, Томас Робинсон и Тайлер Ханника. Все это люди основного состава стартовой пятерки, шестерки, если хотите. Георгер Спарцокос, главный тренер баскетбольного клуба Химки на ваших экранах. Так вот, продолжение. Возвращаемся к травмированным. В большей степени, ну, Робинсон и Ханника, это высокие игроки, выше двух метров. Робинсон в этом сезоне такого, ну, можно сказать, что выполнял роль центрового, хотя, конечно, в сантиметрах, может быть, немножко не дотягивать прям для такого мощного игрока. Трехсекундной зоны, но мощного давища, большого и очень тяжелого, но прыгучий, резкий и широк в плечах. Томас Робинсон, он, конечно, очень помогал Химчанам в трехсекундной зоне. Была у него травма руки, перелом долго восстанавливался, только вот восстановился. Сейчас, насколько я понимаю, с ногами проблемы, с коленом не очень хорошо себя чувствуют. И, конечно, понятно, что, будь это финал, наверное, Робинсон, там, может быть, на уколах бы обезболивающих вышел на паркет. Но, поскольку команде надо готовиться к матчам плей-офф, то, конечно, надо поберечь. Гейнс, Миндлер, Макентайр, Жмака, Буланов, Винник. Вот стартовая пятерка клуба «Парма» на начало этого поединка. Стартовая пятерка баскетбольного клуба «Химки». Швед, Вяльцев, Маркович, Зубков, Томас. Ну, я бы сказал, облегченная пятерка выходит на паркет у Химчан. С другой стороны, в свете словною ранее озвученного, проблем с травмами, тут, в общем, особо тяжелые-то тоже выступать не получится в сегодняшнем поединке. Но говорим о «Парме». «Парма» тоже, не считая, может быть, Винника, команда достаточно бегущая. И основной результат команде «Парма» приносят не центровые игроки высокие, а как раз игроки задней линии нападения, разыгрывающие, защитники. Кому как больше нравится, можно их обозначать. Но и лидер команды, десятый номер, на него обращаем внимание. Котти, это имя Миллер Макентайр, это такая двойная фамилия. Его сегодня буду называть часто. Это действительно лидер команды. От него очень-очень многое будет зависеть. Георгия Борцоков, в превью к этому поединку, говорил о том, что надо сыграть на подборе, надо сыграть в защите. Все максимально сделать это, я вот так дальше своими словами добавляю, расшифровывая, что называется, разжевывая. Надо сделать все по максимуму, аккуратно и внимательно, чтобы не позволить парню играть в свой атакующий, нападающий баскетбол. Ну и тогда все получится. Винник. Поддавил он максимально Томаса в трехсекундной зоне. Полупырком атаковал. Фактически из-под кольца. Не повезло ему. Чуть-чуть не попал. И я думаю, вот такая смена акцента в атаке в трехсекундную зону – это реакция главного тренера клуба «Парма» Николайса Мазурса на нехватку высоких игроков в баскетболе у клуба «Химки». Опять же, возвращаемся к тому, что, в принципе, таких больших, высоких нету. Ну, Руслан Потеев может, конечно, на площадке появиться. Как раз вот так вот с фиником именно просто потолкаться и в сантиметрах, и в килограммах вполне можно. «Химки» в позиционном нападении. Маркович под кольцом пытался получить мяч. Чуть-чуть не вышло. Но все равно владение у «Химчан». Ну и первые три очка Маркович в корзину «Пармы» уже забросил. У нее неровно в этом сезоне Маркович выступает от матча к матчу. Иногда выдает очень неплохие игры. Иногда, ну, в принципе, не особенно заметит. Андрей Зубков вводит мяч в игру из-за лицевой. Тоже провел в этом сезоне достаточно времени в лазарете. Тоже после травмы восстанавливается. Плохая передача. Томас, мне кажется, просто не понял, кому был адресован этот пас. Я считаю, что мог дотянуться он до мяча. Но как минимум попытаться за него побороться, зацепиться. Так очень удивленно отреагировал Егор Вяльцев на эту потерю. Хотя, конечно, кто-то сам где-то виноват, потому что возвращаемся к неписанному правилу. Виноват дающий. Значит, надо было давать так, чтобы не было вариантов у Томаса ему или не ему. Адресованная эта передача. Фарма в позиционном нападении. Очень неплохо все сделано. Очень неплохо все было сделано. Николай Мшмаков поддавил скидочку Виннику под дистанционную атаку. Со средней дистанции, без сопротивления. Надо реализовывать. У Винника две попытки были, реализовать не смог. Швед. Зубков помогает заслоном. И толком его не поставив, проваливается в трехсекундную зону. Наверное, можно было попробовать делать ему передачу, но она была не очень удобной, поэтому швед взял паузу, а потом пошел под Кайцов сам и против него. Но здесь, я думаю, вариантов-то не было. Фол стопроцентный. Тут даже, я думаю, нет смысла рассуждать. Константин Буланов нарушает правила. Выносит за лицевой Маркович. Сам взял мяч в игру, тут же получил его назад на позиции разыгрывающего. Швед. Широко играет Химки. Можно обыгрывать Алексея один в один. Бросает издалека через руку Гейнса. Фрэнк Гейнс максимально затруднил Алексею Шведу атаку. И тем не менее, толком помешать не смог. 5-0. Химки впереди. Почти две минуты прошло. Но тут не особенно результативно. Пока матч получается. Все гениально и просто. Говорит Фрэнк Гейнс своим броском. Пробовали в позиционном нападении. В пермике обыгрывать мастер-больный голубь Химки. По большому счету получалось это, но чуть-чуть страдала реализация. Вот сейчас Гейнс просто взял, бросил издали и попал. Немудрешно и лукаво. 5-3. Потеря. Очередная потеря Химчан. Ну, сколько, буквально, наверное, 5 сантиметров не хватило защитнику, чтобы накрыть Алексея Шведа. Ну, тут же в ответ за то, бросок такой реванш за только что пропущенную трешку Гейнс. Почувствовал бросок, почувствовал. Это видно по его заряженности уже на дистанционную дальнюю атаку. Чуть-чуть не повезло в армии, повезло Химчану в том смысле, что издали бросок с фолом заброшен. Не был. Мяч прямо из кольца выпрыгнул. Но три штрафных Гейнс пробьет. Так мог бы набрать 4 очка в одной атаке. Ну, сейчас максимум 3. Опять же, это при условии, что реализуют все три штрафных. Хотя там тоже возможны варианты в случае промаха в последнем штрафном борьбе за отскок. Увлеклись игроки. Три штрафных. Винник пошел на щит. Томас должен был, обязан был ставить ему спину в любом случае. Трижды точен Гейнс. И в результате 6-5. Уже Парма впереди. Химки в позиционном нападении. Швет. Открывается. Мяч получает. Хорошая передача на Томаса. Уж не знаю, почему постеснялся. Томас вколачивает мяч в корзину сверху. Так аккуратненько опустил его в кольцо. Гуланов попытался заиграть Винника. Не получилось у них. Тут же быстро контратака. Химчан. Маркович. Томас. Винник очень далеко не поверил. Он в дистанционную атаку. Бальфельма Томаса. Топ пробил, особенно не раздумывая. Защитника рядом нет. Почему не попробовать? Гейдер Макентайр врывается в трехсекундную зоночку. В трехсекундную зону. Делает скидочку на Винника. Делает нам повтор момента за решение атаки Томаса. Сначала из-под кольца, потом издали. Егор Вяйцев. Нет, он не спорит с Георгием Барцокосом. Я так понимаю, на разговор идет, наверное, о каких-то других игроках, которые не совсем понимают то, что надо делать на площадке. Наверное, так. 10-7. Химки пока впереди, но Александр Винник на линии штрафного броска. С игры не получается. С линии штрафного точен стопроцентно. Ну, можно и так очки добирать. 10-8. Тем не менее, Химки впереди. Они же в позиционном нападении. Маркович. Зубков сейчас пытался помочь заслону в центре площадки. Не знаю. Как таковой заслон не получился. Ну, ладно, разобрались. Маркович. Стандартная игра невысокого игрока. Ну, и так скажем, игрока с мячом, уступающего значительно в росте защищающегося игроку. Здесь, видите, Винник стоял, встречал. Не совсем понятно, зачем Александр Винник руки вниз опускал. Опустил руки вниз. Маркович прыгнул на него. Но причем так аккуратненько. Без фола в нападении. И потом уже выносил мяч на бросок. Из-под опущенных вниз рук Александра Винника. И, по сути, нарисовал этот фолк. Стоял бы Александр с поднятыми руками. Я не знаю. Там, как мне кажется, Марковичу было бы гораздо сложнее атаковать из-под кольца. Тем более, что особенную скорость Стефан тоже не набрал. Точен Маркович с линии штрафного броска. Миллер Макентайр. Какой быстрый переход центральной линии. Тем самым больше времени сохраняет на позиционное нападение, которое, как таковое, не получилось. Миллер Макентайр. Все сделал индивидуально. Постучал, поддавил. Отошел потом вновь. Угроза проходом. И бросок дистанционный точен. Падает Маркович. Мяч проходит над головой. И потеря. Очередная потеря у Химчан. Сыграны почти 4 минуты чистого игрового времени от начала матча. У Химчан уже 3 потери. Это минимум, а то и 4. Это много. Миллер Макентайр с плечом. Маркович в защите. Винник помогает заслоном. Миллер Макентайр издали бросать не стал. Хотят доиграть все-таки на трехсекундную зону. Изначально вроде как хотели Гейнс. С дистанцией не точно. Зубков забирает подбор. Быстрая контратака. Может получиться у Химок. Маркович на Зубкова. Хорошая передача. Вот единственное, только уже очень близко к кольцу было. И еще немножко в сторону. Поэтому Зубкову было крайне неудобно атаковать, если бы он хотел атаковать. Ну, собственно, поэтому Андрей сразу бросать. Схода не стал. Смотрите, передача, конечно, классная. Вот только видите, спиной в корзине бросать неудобно. Поэтому взял паузу, подождал, когда все раздвигутся в стороны его товарища по команде. И потом начал обыкновить. По большому счету вроде с него было два защитника. Можно было посмотреть свободного. Но с другой стороны правила нарушены. И так все хорошо. Андрей Зубков на линии штрафного броска. Второй штрафной в исполнении Зубкова. Два очка. Два очка. Зубков набирает слиний штрафного броска. Дженкинс в очередной раз доказывает, что он один из лучших в игре в перехват. Швед, обострение, скидка. Маркович бросать не стал. Но Зубкова, как мне показалось, Маркович его просил чуть поиграть подольше. Ой, пробежка. Ой. Ну, может быть, если получится посмотреть повторы этой быстрой контратаки. Попробуем в шагах разобраться, как мне показалось, что пробежка-то была. Маркович очень вовремя там выходил то ли на перехват, то ли просто пугал. Перебегал прямо на перерез Макентайру. Вильям Макентайру из долины бросает. Позволяет это сделать товарищу по команде. Тому неудобно. Поэтому позиционное нападение. Обратите внимание, как быстро Парма переходит в центральную линию. В центре площадки. У них максимум времени на позиционное нападение. О такой команде, которой, в принципе, этого самого времени на бросок надо не то, что максимум, а минимум. Вариантов для атаки у них множество. Швед. Здорово. Все хорошо сделал. И индивидуально обыграл Янек Морейро на ваших экранах, Дмитрий Соколов. А Янек Морейро, он играл, за счет, обратите внимание, первый номер вроде выходил. Вы видели? И руками махнул, чтобы выпрыгнуть. И в последний момент почему-то передумал образок-то. У Алексея был снизу, и можно было попробовать его накрыть. Раз, два, три. Да, это пробежка. И все-таки это пробежка. Три шага была у Котки Миллера Маккентайра. Но, с другой стороны, наверное, ради красоты момента пускай так. 16-15 счет в матче. Огромное спасибо коллегам и режиссерам трансляции за повтор игрового момента в исполнении Котки Миллера Маккентайра. Ну, Алексей Швед мажет с линии штрафного броска и в позиционном нападении Парма. Отставание минимальное. В этой атаке могут и вновь вырваться вперед. Ну, или сравнять, что-то как минимум. Иван Ухов с мячом. Морейро что делать не знает. Обманывает движение делать, только Хинки на них особо не реагирует. Миллер Маккентаре бросает издали за секунду до окончания времени владения мячом в атаке мажет. И в борьбе за мяч удача улыбнулась гостям. Маклин будет вводить мяч в игру из-за боковой. Вячеслав Зайцев пытался здесь побороться. Выбил, да? Арбитры абсолютно все верны, правильно расценили. А вот от баскетбольного клуба Хинки и Парма в результате атакует. Ох ты! Миллер Маккентайр мог бросать сразу, издали, что не чувствует броска, поэтому... Поэтому не атаковал. В результате бросает Адрес Грозулис. Бросает, звучит сирену, но мяч коснулся дужки кольца. Химчане почему-то из борьбы выключились, но не выключился Морейро. Он мяч к Адресу добавляет. Ой-ой-ой. Касания защиты не было. Мяч, видимо, соскочил. С кисти бросающего руки Алексея Шведа. Не долетел до кольца. 17-16 счет в матче. И Георгиус Барцогас, видите, только что справа на ваших экранах, делал движение руками, показывает, что успокойтесь, остановитесь. Не надо никуда торопиться. Андрей Дубков вынуждает получить фолк нападение игрока Пармы. Николай Смазов сделает замену. Ходни Миллер Макентайр присаживается на скамеечку с запасных. Не знаю, что там по самочувствию Макентайра. Но вроде все нормально, только к нему не идет. Это я к тому, что лидер атак меня несколько смутило. То, что Ходни Миллер Макентайр не бросал издави, как мог это делать. Хотя понятно, что Гольшим нравится играть проходом. Играть под кольцом. Зайцев. Прыжок хороший, научился убирать мяч от высоких игроков. Опять же, защищая его этот мяч. Корпусом. Корпус поставил, высоко выпрыгнул и мягко-мягко правой рукой бросил мяч на кольца. Грозулис потерян. Ух ты, ответное чуть было не случилось. Даже, можно сказать, перехват. Очень хорошо Сергей Чернов со спины выбегал. Смог выбить мяч, но не смог оставить его у себя в руках. Зайцев хотел сделать передачу Томаса. Тот даже не смотрел на мяч. Шел в трехсекундную зону. Но, тем не менее, тем не менее, после паузы передача до него дошла. И Томас разбирается в трехсекундной зоне очень уверенно с защитой Пармы. 20-17. Ну, если берем счет 17-16, когда Парма вела, то, соответственно, 4-0. Небольшой спутник боскетбольного клуба Химки. Они повели в счете 20-17. Маркович 5 очков, 7 у Мальтема Томаса. 4 очка Алексей Швет. И по 2 балла Вячеслав Зайцев, Андрей Судков. У Пармы 7 очков. Ходки Миллер Маккентайр. 6 очков Гейнс. И по 2 балла Морейра и Митник смогли набрать. Но справедливости ради, наверное, у Александра Митника должно было бы сейчас быть чуть побольше. Чуть повыше результативность, чуть побольше набранных очков на лицевом счету. Потому что шансы были. Не смог в полной мере им не воспользоваться. Ну, не знаю, может быть, стартовое волнение помешало. Да, Маркович тоже пытался вымекнуть арбитром, что пробежечка была. А вот атака из-под кольца Вячеслава Зайцева. Все здорово сделал. Еще хороший повтор. Вот с той камерой, с которой было. Видно, что Зайцев входил еще немножко в сторону от кольца. То есть, соответственно, от защитника. Не только высоко выпрыгнул и корпусом мяч убрал. Еще чуть в сторону отлетал. Проблема с фолами. 2 у Вяльцева. Поэтому на скамеечке запасных. А одно персональное замечание у Марковича. Всего 3 у Химчан. И уже 5 командных фолов у Пармы. Ну, у четырех игроков по одному персональному. И единственное, Александр Винник, два фола на своем счету имеет. 2 минуты 26 секунд до окончания первой четверти. Дженкинс. Да, правило нарушил. Иван Бухов единственное, только слишком далеко. Вот правую руку выстрел. Левый мяч вел. За это в какой-то другой ситуации арбитры могут и наказать фолом в нападении. Чтобы просто руку не выпрямлял. Да, держал ее там, может быть, перед защитником. Но непрямой. Не получилось атака у команды Парма. Владение боскопольного клуба Хитки. Прессик. Пармяки берут по всей площадке, лично разбирают фимчан. Маркович появляется на паркете. Лишняя возможность и лишнее наличие в составе фимчан на площадке игрока, который может вывести мяч. Зайцев под очень плотной защитой Сергей Чернова. Переходит все-таки центральную линию, успел уложиться в отведенный на это 8 секунд. Зубков. Классная передача дорванувшегося за спину своему защитнику Алексею Шреду. Шред забрасывает мяч в кольцо. Из трехсекундной зоны. Что-то вот своевременный пас. Вот в то мгновение, когда надо это сделать, он позволяет атаковать достаточно легко и просто. Бухов. Хороший перевод в угол площадки. Бросок Сергея Чернова. Мне, как раз, там защитник помешал этому броску. То есть это не столько промах Чернова, сколько неплохо сыгравший защитник. Алексей Шред. 1-2-1 против Чернова. Есть преимущество в росте. Морейро пытается страховать. Зайцев, Маркович, Супков пытался вновь делать передачу Алексея Шреду, хотя сам мог бросать сразу. После паузы Андрей решился на атаку издалить. Чуть-чуть не повезло. Мяч выскочил из кольца. Иван Ухов был с мячом. Морейро делает передачу на Максима Львовского. Мяч Морейро, мяч Маклина. А тот врывается в трехсекундную зону. И кто получает фол? Андрей Зубков. Андрей Зубков. Первое персональное замечание. А вот у него хорошая передача на Шведа. Страховка не успевает. Киэс возвращаются на парке от Франк Гейнс и Коти Миллер Маккентайр. Нулевой и десятый номер, соответственно, дал им Николай Смазурс. Наверное, пару-тройку минут чистого игрового времени отдохнуть. Для того, чтобы Киэс сыграли концовочку первой четверти. Маклин точен в линии штрафного броска. Маркович переходит в центр площадки. Криком сигнализирует орбитам, что Маклин его толкает. Криком Маклин не согласен с таким решением. Но, тем не менее, встает на то место, где должен быть на границе с трехсекундной зоной, чтобы бороться за возможный отскок в случае промаха. Стефана Марковича с линии штрафного броска во второй, по пути. Первая. Точен. 23-19. Четыре очка преимущества химчан. Все шансы есть у баскетбольного клуба Химки закончить первую четверть лидера. Последние минуты первого периода. Маркович точен дважды. Звучит сирена. И вместо Стефана Марковича, которого вот в этом матче Георгиас Барцокас выпускает на площадку для нападения, для того, чтобы кто-то играл в атаке, сейчас в защиту выходит под 22-м номером Чарльз Дженкинс. Миллер Макинтай уходит в Зайцева. Зайцев в скорости не уступает. И быстро контратака может получиться. Швелл. С полом. Тремаклин удивлен. Два пола получает в адрес. В предыдущей атаке Стефан Маркович бросал два штрафных. Ну, что удивляться, да? Рукой сначала попытался как-то то ли оббежать, и так страховался в какой-то степени. В любом случае, но подталкивал в спину. Надо просто чуть аккуратнее с руками. Командир Финкер, 26 на 12, Сергей Моня. 26 на 19. Сергей Моня появляется на паркете. Андрей Зубков присаживается на скамеечку запасных. А на линии штрафного броска Алексей Швет. Плюс 7 пока. До спутбольного клуба «Химки» Швета один штрафной. Неточен. А Марейро никак не может привыкнуть. Яник Марейро, что в европейском футболе можно смахивать мяч с кушкой кольца, если бы он не попал в корзину сразу, а прыгает по железному ободу. Вот такой хороший проход. И два очка с валом забрасывает Фрэнк Гейнс. И еще один штрафной пробьет. 26 на 21. Хорошо на противоходе. Гейнс уже здорово. Смотрите, четырех защитников. Четыре игрока баскетбольного клуба «Химки» были. Как нож сквозь масло. Ворвался в трехсекундную зону, разрезав защиту. Разрезав защиту. Фрэнк Гейнс предупредил арбитр Георгиеса Барцокоса, что в следующий раз за столь эмоциональное с ними общение Барцокос получит технический фолк. Предупреждение выписано. Все было абсолютно наглядно, видно и понятно, что арбитр говорил главному тренеру баскетбольного клуба «Химки» так, что в следующий раз уже предупреждать не будут. Будет сразу свисток. Швен. Хороший перевод мяча на Зайцева. Зайцев бросает издалее. Не везет. Не точен. И... На последних мгновениях первой четверти Максим Дубовский пытался ответить сверхдальним броском. Не повезло ему. 26 на 22 после первой четверти. Впереди «Химки». Статистика первых десяти минут игры. Лучшие моменты, пока вы наслаждаетесь тем, что было. 8 очков у Алексея Шведа, по 7 очков Стефан Маркович и Малькольм Томас. Ну, все это, естественно, игроки баскетбольного клуба «Химки». Зайцев 2 очка, Андрей Зубков 2 очка. И ни у кого никаких проблем с фолами, за исключением Вячеслава... Прошу прощения. За исключением Егора Вяльцева. У него два персональных замечания. У Вячеслава Зайцева ни одного фолами. У пермского клуба «Парма». Самая результативная игра на данный момент Фрэнк Кейнс. У него 9 очков на лице в общем-то. Поддемиллер Маккентайр. Все это один человек. У него 7 баллов. И по 2 очка Морейра, Маклин и Финник. При этом у «Пармы» Маклин и Финник по 2 персональных замечания имеют. Ну, достаточно быстро, что у Винник фолы схватил интерсионную скамейку запасную. Что в концовке первой четверти Маклин два фола получил прям подряд. В двух атаках, то есть, больно будут «Химки» подряд. Алексей Шмет начинает вторую четверть на скамеечке запасных. Вместе с Луковым, Вяльцевым, Томасом. А на площадке у баскетбольного клуба «Химки» Маркович Зайцев. Ну, вот появился Руслан Потеев в роли центрового против Морейры будет. Сейчас Дженкинс и Сергей Моня. Ну, а в нападении Коти Миллер Маккентайр, Жмакко, Гейнс, Морейра и Дыбовский. Гейнс. Насколько же плотно, насколько же веско и мощно он врывается в трехсекундную зону. При том, что так не сказать, чтобы был прям как-то сверхфизически одарен. Да, крепкий, не более того, но вот эта жесткость его в проходе. Такой, если хотите, по-годбольному, наверное, настроенный. Вот это врывание туда, сквозь защитников. Гейнс смажет в первой попытке с линии штрафного броска. Арбитр там бросился уже в момент атаки, пытаясь подсказать, что слишком много игроков вокруг игрока с мячом. Но Гейнс промахнулся в первой атаке, там не надо было ничего поправлять. И так все понятно. Во второй попытки точат. И дается ему еще третья попытка. И ее тоже Гейнс мог реализовать, как и вторую. 26 на 24. И вроде преимущество у баскетбольного клуба «Хики» было в 7 очков. Вот сейчас от них из-за концовочки первой четверти и вот самого начала второй. А от этих плюс 7 осталось всего 2 очка преимущества. Маркович. Дыбовский против него в защите. Потеев. Хорошо сыграл. Но надо забрасывать мяч сразу. Внизу, конечно же, это добыча маленьких игроков. Однако Потеев смог. Смог упасть на колени. Забрать этот мяч первым. В касание откинуть его Сергей Мони. Мони атаковал со средней дистанции неудачно. Ну а уж народу в трехсекундной зоне было уже изначально столько, что на подбор. Одному Потееву там сложно было побороться за этот мяч, потому что уж чересчур много было вокруг игроков с синей формы. Второй пол получает, я очень слава, Зайцев. Зайцев получает персональное замечание. Потеев, посмотрите, с небольшой аритмией смог обыграть, все сделал. Ну, или чуть помягче сработать рукой, чтобы мяч в корзину провалился, или уже наоборот пожестче вколачивать его туда сверху, что называется, с мясом. Ну, то есть через руки защитника не обращая на того никакого внимания. Ну, в принципе, я так думаю, что Руслан Потеев на это способен. Ну, только надо чуть посмелее. Издалее Сергей Моня в родном зале не промахивается. 29-24, ну почти не промахивается. 29 на 24. Хорошо, очень командный баскетбол в результативности показывают кимчане. Мяс забрасывает практически все. Потеев забирает подбор. Вот значение игрока для команды, рост которого чуть выше 2 метров 10 сантиметров. При этом еще и плечики широкие. Есть чем потолкаться. Змага против Потеева. Преимущество в росте. И Потеев тут же это использует. Все отточен. Вот этот бросок, кстати, у Руслана очень здорово поставлен. Это видно было и на разминке. Вот этот удар левый, тут же разворот. И по большому счету имеет такое преимущество в росте над своим. Вот в данный момент, когда был Тимака в защите, Потеев может разворачиваться абсолютно спокойно, его не накрыть. Он защищает мяч. Своими широкими плечами, спиной, атакует справа руки, там дотянуться практически невозможно. Сирены. Дубовский выпускал мяч в сторону Химкинского кольца. Ему не повезло чуть-чуть. Его при этом успевает на рывке вернуться в защиту, перехватить мяч. Адресованный Сергею Мони. Тут же быстро. Вот контратака на контратаку. Дубовский отбивается, забирает мяч и сразу же Парма. Несмотря на то, что преимущества-то численного не было в этой контратаке, тем не менее тут же пытается организовать быструю контратаку. Адресованный Сергеев, Александр Мейгин. Парма с позиционным нападением. Интер Макентайр на Маклина. Тот со средней дистанции. Атакует неудачно Фрэнк Гейнс. Рост Фрэнка Гейнса 1 метр 92 сантиметра, что по баскетбольным меткам не так уж и много. Но при этом Гейнс идет на подбор, выпрыгивает. И, ну, пожалел, наверное, кольцо Химчан. Не стал сколачивать мяч, скажите, сверху, забрав его в одном прыжке. Контратака Химчан с точным попаданием издали Сергея Мони. А вот Руслан Патейк. Посмотрите, вот здесь жмак и ничего не может сделать, даже если бы хотел. Патейк просто разворачивается, бросает через руки. Здесь уже, в общем-то, вопрос только в том, а Руслан забросит мяч или нет. Собственно, как было и у Александра Вильника, который сейчас против Патейева в защите. Патейев проскальзывает, пытается просочиться в трехсекундную зону вдоль лицевой. И Александр Вильник берется за голову. Ну, это игра центровых при большом желании. Кстати говоря, арбитр могли бы пойти и уход на Патей. И дать за эту правую руку, которую он Вильника так обхватывал. Вот, что называется, на грани фола. Я бы сказал, 50 на 50. Здесь уже трактовка арбитра, здесь никаких претензий. Было похоже, вот, за этот случай, на то, что Патейк немножко помогает себе чересчур правой рукой. Ну, и вот, насколько уверенно Руслан обыгрывал и Морейру, но уж тем более Николая Знака, который, в принципе, не должен его держать, который просто из-за размера в защите вышел защищаться против Руслана Патейева. И вот, насколько сложнее Патейла играть против Вильника. Столь же мощного, столь же высокого игрока. Патейев, как мне показалось, сейчас попросил замену у тренерского штаба. Он против Градулиса сейчас играет в защите, а Градулис на периметр. Тут, обратите внимание, выходит для дистанционной атаки. Атака, если бросает Гейнс. А вот это вот, ну, если хотите, не дисциплинированность. Гейнс бросал через руку. Нельзя сказать, что у него была возможность для атаки без сопротивления. Сергей Мония издалее. Вторая бежда в исполнении Сергея Мония. А возвращаясь к разговору. Ведь не просто так был заменен Александр Вильник. И на площадке оказался адрес Градулис. Игрок ниже ростом, но при этом с хорошим броском. И Градулис открывался в угол площадки для того, чтобы пробить без сопротивления или вытащить на себя, соответственно, Руслана Патейева. И тогда можно играть проходом гораздо смелее в трехсекундной зоне. Но Фрэнк Гейнс этого не заметил. Бросал через руку защитника. А здесь уже и допогорить, и сложнее. Потому что тот же Градулис, он в углу площадки, и Патейев уже возле кольца. Статистика первой, второй четверти отдельно взятых. И отдельно взятую вторую четверть пока выигрывает баскетбольный клуб «Кимкер». Алексей Швейц на паркете во второй четверти пока не появлялся. Но по-прежнему самый результативный игрок. 8 очков у него, но команда играет очень здорово. Команда баскетбольного клуба «Кимкер» именно как команда. 7 очков у Марковича и Томаса по-прежнему, как и было после первой четверти. Но при этом уже 6 очков у Сергея Мони. 4, Руслан Потеев, ну и по два очка Зайцев-Томаса, как и было. Зайцев, Дженкинс, Потеев, Моня и Маркович на площадке «Кимчан». Биллермакетайр, Дыговский за слоном помогает Грозулис. Биллермакетайр врывается, Дыговский без сопротивления бросает издали неточно. Но подбор забирает Грозулис. Он же пытается то ли атаковать, то ли передачу делал со спины у него мяч. Выбивает, накрывает его как хотите. Потеев как разыгрующий. Зайцев мажется под кольцом, Маклина Желетвора схватается за голову. 36 на 26, 10 очков преимущества баскетбольного клуба «Химки». 6 минут 3 секунды еще играть в первой половине матча. А Геркец Барцоков по-прежнему. Уж не знаю, кому он предыдущий рассказывает, арбитров или обращается просто к арбитров. Так, эмоционально в любом случае разговаривают именно с судьями. Семен Авинов достаточно спокойно реагирует на... Сейчас, сейчас достаточно спокойно реагирует на высказывание Геркеца Барцокоса. После Барцокоса с Семеном Авиновым пообщался еще и Трэ Маклина. Буланов будет вводить мяч в игру. Константин Буланов. Появился у Пармы на площадке. Миллер Макетайр остается. Гейнс остается. Геразумис остается. Иван Тунков также появился на площадке у Пармы. Абсолютно легкий состав. Миллер Макетайр в районе линии штрафного броска. Тут чуть ближе к корзине. Останавливается. И такой весной бросок с высокой траекторией. Ну, умеет Миллер Макетайр это делать. В каждом матче 2-3 раза абсолютно точно таким образом атакует. Паттеев против Грозулиса. Далековато. Наконец-то мяч получает. Однако. Этот обыгрыш у него. Ну, посмотрите. 100%. Это, кстати, травмированные игроки Кимчан. Только что были на ваших экранах. Каникан. Тот, что справа сидел. Тот, что справа сидел. Тот, что слева. 40 на 28. 12 очков преимущества. Сутбольный руку на Химке. Руслан Потеев. Это разворот в лицевую линию под атаку правой рукой. Поставлен у него на данный момент. Вот по сегодняшнему матче 100%. Два раза делал такой обыгрыш. Два раза мяч в корзину забросил. Миллер Макетайр. Бухов пытается заиграть. Константин Буланова, против которого сейчас был защитник Алексей Швед. Появившийся на площадку. Какая передача, как ее там сделал Ухов? Непонятно. Грозу из-под кольцом мяч вылавливает, забрасывает его. Достаточно легкий получился атака у Барбы. Но как Ухов какую передачу шикарную отдал. 90% успеха от атаки от Ивану. Потеет Зайцев. Потих помогает заслону Зайцев. Мог чуть раньше атаковать не сдали. Пробежка. Арбитр фиксирует пробежку. За 2 секунды до окончания времени владения мячом в атаке, наверное, да, уже отдавать Потееву не имело смысла. Потому что за 2 секунды, пока мяч зайдет, пока Руслан будет делать свой любимый обыгрыш, время закончится. 40 на 30 счет в матче тайм-аут. Гейнс 13 очков на данный момент. Он самый результативный в матче. 9 очков Мильдер Макентайр. У Кимчан и у одного игрока нет такого показателя. Не 9-ти набранных очков, не 13. Хотя на паркете появился Алексеевич Летна, что я думаю, скоро он чуть-чуть увеличит свою результативность. 48 отдельно взятые у второго чемпионера выигрывают Кимчане. Но в общем счет 40 на 30. Деркер в борцовках может только наблюдать за тем, как он ведет тайм-аут. Ну и лучший момент из того, что было Сергей Моня. С бросками издали в родном зале. Практически не знает неудачи. Ох, передачка Охлова. Обратите внимание, как она прошла. Шикарный пас. Может быть где-то даже нелогично. Отдавал верхом через Руслана Потеева. Может быть как раз из-за спины было бы более логично. Да пусть еще и высота полета мяча была такая, на которую Потеев мог бы не среагировать. А так мяч чуть ли не в голову ему летел. Однако прошел пас. Парма в нападении не везет им в атаке. Потерь забирает подбор. Появление, конечно, Руслана в 30-секундной зоне у бескутбольного клуба Химки. Но в какой-то степне, я бы даже сказал, переломный момент поступил в матч. Хотя преимущество так сильно уже не растет. Но, тем не менее, плюс 12. Сердей Монис под кальца 2 очка набирает. Миллер Макентайр. Хорошая скидочка на Охлова. Тот без сопротивления бросает издалек точно. Иван Ухов в матче против Нижнего Новгорода. Достаточно много бросал, если не ошибаюсь. И вот тогда ему не очень повезло. Сейчас пока неплохо. Грозули со спины накрывает Батеева. Но, по-моему, Аммитров делает это с балов. Это скидка Батеева на Омоне. Причем, обратили внимание, Константин Буланов задел этот мяч. И, тем не менее, передача просла. Тем не менее, как самонаводящийся мяч. Достить рук Сергея Монисова. Патеев на линии штрафного броска. Грозулися, как мне кажется, неплохо накрывал его спины. Учитывая еще габариты Батеева, тут можно было, наверное, где-то пойти на встречу Грозулису. Прям персонально. И не выписывать ему фол. Томас на площадке, я так понимаю, вместо Руслану сейчас будет замена. Да, устал, устал бигмен. Гаскетбольного клуба «Химкин». Все-таки за малышами тоже поспевать не очень удобно. Патеева, я думаю, было бы проще свинникам толкаться в трехсекундной зоне. Миллер Макентайров. Как только освободилась трехсекундная зона от присутствия там Руслана Патеева, тут же свободнее вроде бы как задышали игроки, маленькие игроки баскетбольного клуба «Парма». Но вот не везет пока в завершении атаки. Я бы именно так сейчас адресовал то, что происходит у «Пармы», потому что, в принципе, и с Русланом Патеевым обыгрывали. Это неплохо. Почему-то только в корзину попасть не могли. Алексей Швет. Передача на Томаса. Что называется? Томас в одном прыжке вылавливает мяч сверху и опускает его в корзину. 46 на 33. Плюс 13 у «Химчан». Миллер Макентайр хорошо обострил скидочкой на Константина Буланова. Тот бросает издали. Так, с опозданием выбегал к нему Вячеслав Зайцев. Не смог забросить Константин Буланов издали. Выходит на подтраховку Миллер Макентайр. А Буланов рванулся к игроку на периметре. Ну, в принципе, и там тоже надо держать. К тому же там был Сергей Монин. Он перерывки уже забросил. От него тоже особенно не... Не будешь смещаться на подтраховку. Контратака Парма. Ну вот, конечно, в данном матче. Это можно говорить о том, что... В большей степени счастья в атаке пермяки находят, когда играют еще быстро. Им гораздо проще на скорости раскручивать фельдчан на побили. Им гораздо проще играть. Такая старая... Баскетбольная мудрость, которую я слышал от игроков баскетбольного клуба «Динамо», который был в 90-х годах, между того, что Сан Саныч и Строботов, когда говорили, что играть 3 на 3, 4 на 4 гораздо проще, нежели 5 на 5. И поэтому бежали всегда. Очень быстро. Вот в этом матче, наверное, это должен быть и девиз фельдбольного клуба «Парма». Маркович смог найти возможность для броска из-под защитника. Однако Иван Луков очень здорово защищался. День 100. Миллер Макентайра тот находит Мореро, который не ожидал эту передачу. Засуетился, но смог все-таки справиться с волнением. Янник Мореро атаковал из-под кольца, промахнулся, уперев руки в боке, стоит, поглядывает, по-моему, на арбитра. Но вот здесь что? Хотя вполне возможно, там Сергей Монин чуть коснулся мяча. Я буду говорить именно в большей степени про касание мяча. Что действительно могло повлиять на точность броска. Плохая передача на Буланову. Мяч уходит за пределы площадки. Потеря. Вот сейчас уже невынужденная потеря «Парма». Вячеслав Зайцев присаживается на скамейку запасных. И под 16-м номером Тимофей Якушев появляется в футбольном клубе «Химки». Джокер, который чуть было не сделал. Результат игры в матче «Химчан» против «Улица». Когда «Химки» проигрывает 16 очков, ну, примерно в это время Тимофей Якушев появился на площадке. И после его появления, ну, спустя, там, минут еще несколько, «Химчане» довели дело до... Довели разницу до минимальной, даже, передисквидируя счет, но в конце трех очков не хватило, чтобы победить. Быстрый контратак. Капармы Томас успевает зацепиться за мяч. При этом еще и по лицу Мальтер Томас получил. Константин Буланов далеко на правую руку убирал мяч в сторону. Однако Томас хитро сыграл. Он не перед Булановым прыгал, а, посмотрите, он прыгал как бы сбоку и так за спину Буланову. Только поэтому до мяча дотянулся. Но хитрость одного на хитрость другого. Убирает мяч Буланов. И посмотрите, со спины прыгает Мальтер Томас. Если бы был перед Булановым, в коем случае не дотянулся бы до мяча. Вот. Хитрее оказался Томас, но на линии штрафного образа Камарера. Лазарет Химчан. Дмитрий Соколов. Он же Димон, он же Сокол. Томбинька на площадке не появлялся. Маркович выводит мяч. Побыстрее надо. Чуть сделок успевает. Не нарушит правила 8 секунд. Моня. Ух, так здорово. Мог, наверное, попытаться атаковать сам. Было бы совсем симпатично. Однако он попытался сделать передачу на Якушина. И касание игроков Парма изменило траекторию полета мяча. Вынос из-за боковой. Боле у клуба Химки. Моня на Шведа. Алексей Швед делает паузу, чтобы его оставили. Обыгрывает 1-2-1. Его оставили, а он зачем-то делает передачу. Это еще поверх голов двух защитников. Первый не среагировал. Борейро уже успел руки поднять, мяч перехватить. И быстрый контратак. И Николай Жмака забрасывает мяч издали. 46 на 37. Меньше 10 очков. Преимущество баскетбольного клуба Химки. Последние секунды. Первая половина матча Швед. Трехсекундную зону на Томаса. Тот через паузу позволяет взлететь вверх защитнику. А потом, не дожидаясь подстраховки последующих защитников, Томас выпрыгивает уже сам и вкалачивает мяч. Там где-то сверху. 48 на 37. Последняя атака. Хотя нет еще где-то 3-4 секунды. Останется у Химчан на ответ. Хотя посмотрим, как распорядятся мяч от Теремики. Билермаки Тайр. Сложнейший мяч. Сложнейший мяч забрасывает. Пробежку не сделал. Но после контакта успевает все-таки приземлиться на две ноги. И выпустить мяч в сторону кольца. Бросок точно 48 на 39. 9 очков разница. Но при этом 6,2 секунды остается еще у Химчан во второй четверти. На то, чтобы попытаться вновь увеличить свое преимущество. 22-17 отдельно взятая вторая четверт за Химками. 26 очков смогли набрать в первую. В общем, достаточно стабильно набирают. И стабильные достаточно много. Тут, наверное, можно говорить. Ну, во-первых, о нападении боскетбольного клуба Химки. Что уж, чтобы сказать. Действительно, в своем зале, в родном боскетбольном центре Московской области попадают хорошо. Ну и, соответственно, можно посетовать на то, что и где-то Парма тоже в защите не сыграла. Как здорово Томас здесь разобрался. Успел увидеть летящего, воспарившего вверх Морейру. Сделал паузу. Еще подстукнул мячом в косту, чуть в стороночку уйти. Ну и потом уже выпрыгнул, вколотил в казино сверху. Итак, выносит за лицевой. Маркович вводит мяч в игру прессив в исполнении Парма. Такой сдерживающий. Вернулись на свою половину шве. Секунда. Надо бросать. Тимофей Якушин получает мяч. Бросает его до сирены. И успевает выпустить мяч уже вместе с сиреной. Мяч попадает в секунду хотя бы. 50 на 39. По итогам первая половина матча впереди баскетбольный клуб Кимки. Уходим на большой перерыв. Минут через 10-15 вернемся на площадку. И посмотрим, чем же это противостояние закончится. Минут через 10-15 вернемся на площадку. Используюсь на площадке. КОНЕЦ 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 Иван Ухов Иван Ухов Зд Михаил Сем. Маргарский Сем Typhane Около двух минут до окончания большого перерыва в матче Единой Риги ВТБ между командами баскетбольный клуб «Химки» и «Парма». Пермский край. Впереди третья и заключительная, последняя четверти. 50 на 39 счет на данный момент в пользу у хозяев площадки, хозяев баскетбольного центра Московской области баскетбольного клуба «Химки». Лучший по результативности игроки матча на данный момент Фрэк Геймс. Вот в кратком изложении то, что он делал в первой половине матча. 13 очков у него на лицевом счету. Ну а и Малькум Томас лучший, самый результативный среди химчан. У него 11 очков на лицевом счету, но при этом очень командный «Химки» сыграли. По 8 очков на данный момент, но помимо 11 Томаса, по 8 очков у «Химок» набрали. Леншевет, Потеев, Сергей Моня. 7 очков у Стефан Маркович, 4 «Зайцев», по 2 «Якушин» Зубков. У «Пармы» помимо 13 очков Геймса, 11 очков набрал еще лидер «Макентайр». Вот сравнительная статистика, штрафные. Томас не пробил ни одного Геймса, аж целых 8 из них 6 реализовал. Как ни странно, Гейнс еще смог три подбора сделать, в то время как Томас, игрок, по идее, высокий. Игрок в трактитудной зоне взял всего лишь один подбор. И вот по статистике, я бы сказал, конечно, проблемы химчан. И я думаю, что это не новость, и, конечно же, все об этом знают. И противники, во-первых, ну и, конечно, тренерский штаб, после больного глоба «Химки» над этим работает. Ну что поделать, травм, косят именно почему-то, выкашивают высоких игроков химчан. По статистике у «Химок» лишь один подбор в нападении после первой половины 14 в защите. При этом у «Пармы» 7 подборов в нападении. Грубо говоря, каждый третий мяч под щитом баскетбольного клуба «Химки» забирает противник. Ну и 9 подборов в защите у «Пармы», всего 16. По результативным передачам у «Химчан» 14, у «Пармы» 8. 5 результативных передач конкретного Алексея Шведа, 4 у «Стефана» Марковича. У «Пармы» 4 результативные передачи у «Хотки» Минвер Маккентайра. По потерям 7 у «Химок», 6 у «Пармы». Ну и вот еще, наверное, показатель, который так достаточно значим, это процент попадания с двухочковой дистанции. У «Пармы» он ровно в два раза хуже, нежели у «Химчан». У «Химок» 76, процентных двухочковой дистанции у «Пармы» 38. Ну вот, собственно, и разница в 11 очков в этом и заключается. Александр Винник промахнулся опять в атаке. Ну, говорю опять, потому что первая четверть начала матча. У Александра было две возможности забросить мяч в корзину, которым он не смог воспользоваться. На паркете Швед, Маркович, Томас, Зубков и Егор Вяльцев. Два фола, получив в самом начале поединка, он вынудил Георга Саппарцовиса посадить его на скамейку. Запасных фактически вот до третьей четверти. Большую часть первой и абсолютно всю вторую четверть Егор Вяльцев просидел на скамейке запасных. Александр Винник, Фрэнгейнс, Котт Демиллер, Маккентайр отдает передачу на Гейнс. Кто-то из-под кольца мяч забрасывает Иван Ухов и Николай Шмаков. Вот идет, что сейчас на площадке у Бармы защищается. Томас с мячом. Швед. Хороший перевод на Стефана Марковича, кто бросает издали не точно. Быстрая контратака может получиться. Шикарнейший пас. Миллер Маккентайр, Ухов его выхватывает. Это и фактически забрасывает мяч из-под кольца, потому что мяч в защите смахнули. Недозволенным способом нельзя его уже было трогать. Поэтому мяч с защитой. 50 на 43. 50 на 43. Четыре очка безответных. Пермяки смогли набрать. Сократили основание до 7 баллов. Вяльцев Швед. Не бросал, вернее, не делает передачу на Андрея Зубкова. Мне показалось, можно было попробовать. Атакует сам издали Швед. Не точно. Тут же быстрая контратака в завершении Миллер Маккентайра. Вот опять возвращаемся к разговору о том, что для Бармы в данном матче, конечно, ну, так получается, что предпочтительней, конечно, быстрая атака. Быстрый прорыв. Быстрый переход от защиты к нападению. Потому что в позиционке, ну, к сожалению, разбить защиту химчана они не могут. К сожалению, для них. Это чтобы опять избежать отмилия и боления за какой-то из команд. По сути, вся третья четверть еще впереди. 8 минут и 14 секунд, если быть точнее, еще играть в третьем периоде. И, наверное, тайм-аут в большей степени нужен химчанам, потому что пропустили 4 безответных, а Мачкай даже не столько из-за этого. Наверное, нужен тайм-аут, а просто потому, что пропала почему-то игра. Нет встроенного нападения и не успевают химчане вернуться в защиту. Не успевают. Физически вроде рядом находятся, но сыграть в защите не получается. Пока силы есть, у Парма вполне может вот за счет сверх этой быстрой игры попробовать сократить, отставать. Ну, сократить как минимум. Может даже и сравнять счет матча. В ходе Милермаки встает на линию штрафного броска, два штрафных пробьет. И не точен в первой попытке. В таком матче с таким соперником каждый мяч на вес золота промахиваться нельзя. После первой половины у Пармы 11 реализованных штрафных из 14 попыток. У химчан 12 штрафных из 14 попыток. Чуть-чуть процент попадания получше. Пытался сейчас сделать передачу Алексея Шветна от Томаса. Как я понимаю, Томаса там немножко прихватили. Он так пытался, после того, как передачи даже не стали делать, пытался поговорить с арбитрами. Ух ты! Андрей Зубков подбирает мяч. И вот прям мгновенно его посылает на Стефана Марковича. Маркович вот держит этот палец. Он благодарит поднятый вверх на руках. С пальцем вытянутым указательным. Благодарит Зубкова. Посмотрите, мгновенная была передача. И насколько точно она была сделана. На ход была сделана. Маркович смог мяч догнать. Зубков здесь великолепен. Вот при всем том, что Маркович там мяч укрыл и убежал. Тоже молодец. Вопросов нет. Но филигранный пас. Причем, что самое главное, речь даже не в том, что он был точно сделан. А прежде всего он был сделан быстро. Он был сделан в том мгновение, когда должен был быть сделан. Этот пас, когда проходил передачу. Причем мгновение, там полсекунды. И защитник уже догнал бы Марковича. И эта передача не прошла бы. Александр Винник забрасывает мяч. Тобас проверяет наличие зубов в челюсти. Досталось ему там свободной рукой. Но и мне показалось, что Виннику тоже там непросто. Пришлось во время броска. Швед. Два очка набирает. Так, визуально достаточно легкий проход в исполнении Алексея Шведа. Хотя, понятно, защитник был рядом. Защитник пытался что-то противопоставить. Трэ Маклин. Три персональных замечания имеет. Ухо бросает. Не точно. Егор Вяльцев выпрыгивал уже за лицевую. Смотрел, кому сделать передачу. Делал абсолютно зрячий пас на Андрея Зубкова. И вот в позиционном нападении. Химки. Алексей Швед набирает два очка. Поглядывает на арбитра. С саркастичной улыбкой. 57 на 46. 10 очков. Маркович 11. Томас 12. Алексей Швед. Вот лучший по результативности игроки по спутбольному в химке. 7-7. Где-то взятая третья четверть. Счет пока равный. Но это, конечно же, не устраивает. Парма это не устраивает. Николай Саммазур сам. Парма вступает в счете. Им надо догонять. Они не могут сейчас на равных играть. Им надо выигрывать вторую половину. Если хотят выиграть матч. Или хотя бы попытаться перевести его в овертайм. Как здорово. Алексей, обратите внимание, убирает мяч. Руку с мячом максимально далеко. Отставляя ее от защитника. Там практически даже нет возможности нарушить правила. Где-то даже может быть умышленно. Попытаться выбить мяч. Никаких вариантов. Левым плечом, левой рукой. Контролирует защитника. И при этом, не беря мяч две руки, выносит его на правый. Уже на образцов. На атаку. 57 на 46. Плюс 11. Хотя казалось, что там еще было лишь 7 очков разница. После того, как Барма набрала 4 очка к ряду. Спорт на спорт. Тайм-аут на тайм-аут. Здорово получается. И команды реагируют на трибуна. Своих наставников. Сначала взял тайм-аут Барцукас. Димчане смогли вернуть игру под свой контроль. Посмотрим, как сейчас Фарма. Сможет ли после тайм-аута Мазурса что-то попытаться изменить? Ну, пытаться понятно будут. Смогут ли изменить? Марка лично от Томаса. Вот первое движение рукой Гейтса. Арбитры пропустили Коди. Миллер Макентайр. Со спины тоже пытается мяч выбивать. Все это видно. И арбитры, конечно, все прекрасно контролируют и фиксируют ненавидные нарушения. Мне кажется, если уж два защитника, можно попытаться сыграть почище. Руками-то не макать. Как с Ирбом. Аккуратненько. Плюс еще лицевая рядом. Там можно было бы попытаться усложнить жизнь Маккл Макентайр. Опять учитывая, что не таких уж он и огромных габаритов, чтобы уж прям не могли ему противостоять Гейтс и Миллер Макентайр. Александр Винник забрался с мячом за край, за линию щита. Атаковать было крайне неудобно, поэтому нарвался на блокшот. Атака издали. Парма также цель не достигает. Маркович устремляется в быструю контратаку. Находит Шведа. Алексей Швед аккуратненько отправляет мяч в корзину. Ну, хотя, наверное, при большом желании мог бы попытаться и сверху вколотить. Ну, зрелищности ради. 5 минут 23 секунды до окончания третьей чемпионки Миллер Макентайр. Жмак выездали. Ну, наверное, Бабанка пока еще рановато в парме. Терез 12 очков отставания. Полтора периода еще впереди. Но, наверное, в том случае без трехочковых не выйдет. Алексей Швед блокирует атаку Ивана Ухова. Швед высокий. Под 2 метра. Метр 98. При этом легкий очень на ногах. Как в нападении. Но, как видите, сейчас в защите тоже может реагировать мгновенно. Хороший прыжок. Без лишних подседаний. И в одну сторону, и в другую успел среагировать. Накрыл атаку. И вот это, конечно, передача Марковича. Тоже пас шикарный. Ведь уже отдавая передачу, Маркович специально давал пас таким расчетом, что тот ударится в пол рядом с защитником. То есть шансов, ну, если только ногой выбить мяч, но владеть надо странного у Химчан осталось бы. А перехватить шансов рукой, перехватить никаких. Двинник из трехсекундной зоны делает передачу на Маклина. Маклин с фолом мяч забрасывает. Тре Маклин. Очень хороший силовой проход у него получился. Да еще и мяч с фолом забросить удалось. Два очка засчитанные, плюс еще один штрафной пробьет. Бонус ли. Фактически трех защитников Маклин обыграл. И штрафной реализовал. Две очки в одной атаке. 60 на 51. Девять очков разницы. Девять очков преимущества Химчан. Ну, или девять очков отставания. Фарма. 4.30 до окончания третьей четверти. Зуков Маркович. Томас помогает за сону. Маркович на Томаса. Томас. Тоже очень быстро на ногах. Маклин Томас. Удар в пол. Быстро остановка. Вертикальный вверх прыжок. И через руки Минников. Болу-брюк правый отправляет в корзину. 62 на 51. Парма продолжает мотро атаковать. Продолжает держать Химчан в напряжении. Вроде есть преимущество. Вроде игру контролирует. Но с Пармой, как и с любой командой, которая быстро играет в атаке, эти 11 очков, они отыгрываются достаточно легко. Гейс сам бросает. Сам на спины. Химчан залезает. Забирает очередной подбор в нападении для Пармы. Маркович. Есть голоса отдельных болельщиков Пармы, которые присутствуют в баскетбольном центре Московской области, которые просят команду защищаться. Почти удалось. Однако Мальтон Томас оказывается в трехсекундной зоне против Миллер Макентайра. И, конечно, в этом случае, когда Миллер Макентайр не в движении, не в скорости, а с места прыгает, то в противостоянии с Томасом преимущество есть у Томаса. Потому что Томас просто банально выше. Получается атака у Пармы. 64 на 55. Посмотрим, что в позиционном нападении Химки показывает. Вот в третьей четверти абсолютно понятно, за счет чего каждый из команд пытается выиграть этот матч. Химки дисциплиной, позиционным нападением и попытаться использовать то преимущество в людях, которые у них есть в длине скамейки, в количестве, ну, более опытных, я бы даже сказал, игроков. Прежде всего, преимущество Химок я бы именно опытом объяснил. Есть где-то, может быть, и в сантиметрах, в среднем ростовом показателе находящихся на площадке игроков. Но больше просто Химки играют в Евролиге, этим уже практически все сказано. Но помимо опыта, надо все-таки химчанам тоже мяч-то в корзину забрасывать. У них этого делать не получается, а у Пармы последние несколько атак удается. И если Химки пытаются именно за счет опыта, за счет какой-то уверенности своего зала в позиционном нападении обыграть Парму, то счастье Пармы в быстрых атаках, в быстрых контратаках. Ух ты! Байтон Томас не замечает Рэ Маклина вколачивать мяч в корзину сверху, и тут же быстрая контратака. Не повезло Ивану, а он атаковал. Вот до этого промаха очень неплохо, и с дальней дистанции со средней. Маркович на Томаса, Томас на Шведа. Один справа, Вяльцев. Можно было делать ему передачу. Уминник сейчас ногой пытался выбить мяч, не позволить Алексею Шведу пройти под кольцо. Швед, однако, и мяч укрыл и сам. От ног ушел таким футбольным прыжком. Маклина издали. Три очка. 68 на 61. Семь очков разница. Иван Ухов. Но надо попадать Ивану. Есть возможность бросать без сопротивления. Надо попадать. Это те возможности, которые надо использовать. Маркович. Стефан Маркович из трехсекундной зоны попадает. Маркович. Вот есть, конечно, у него такой характер. Сделать не благодаря, а вопреки оказывается. Против него в защите Александр Винник. Так Маркович не издали бросает. Не пытается, не пытался за счет скорости обыграть. А продавил фактически Винника. Подтолкнул его плечом, после чего атаковал. И тут же в защите вновь химки пропускают. Тайм-аут. Что, нет тайм-аута? Нет тайм-аута. Ошибка. Не знаю, какая судейская историка. Арбитры долго совещаются. И это не тайм-аут. Я так понимаю, на новинку будет сейчас просто смотреть. И интересующий его дейм-зот игровой. Честно, не знаю, по какому поводу вот этот видеоброспотер нужен. 70 на 63. 7 очков преимущественно. Кимчан 7 очков отставания. Фармы самый результативный игрок на данный момент. Это Фрэнк Гейнс. У него 10 очков. О, прям в затылок ему дышит. Майкл Тумс. У него 18 очков на лицовом счету. Два очка. И тайм-аут. И только после этого судейская бригада дает тайм-аут. Кимчанам два очка. Мяч был заброшен. Фарма, я так понимаю. И три очка были зафиксированы. Сейчас счет должен с 70 на 63 стать. Я так понимаю, с 70 на 62. Вопрос был, скорее всего, когда атаковал из угла Трэ Маклин. Вот там могли возникнуть вопросы 2 или 3 очка. Но, конечно, вот этот эпизод. И обратили внимание на руки, которыми Маклин пробовал придерживать Томаса. Алексей Швед во всем своем великолепии. И Стефан Маркович поддавил плечом. Немножко ручки попов на 5. Руку не выпрямил. Так что там на фолк нападение не особенно тянул. Но, конечно, вот эта разница в росте. В мощи, в массе. Маркович. Как будто насто специально пошел против самого большого и самого тяжелого, возможно, игрока в этом матче. Пошел индивидуально именно вот в такой силовой проход. Сергей Моня, Чарльз Дженкинс, Вячеслав Зайцев, Руслан Батеев и Егор Вяйцев на площадке у баскетбольного клуба «Химки». Даже не тройная замена. Четыре игрока, если я не ошибаюсь, появляются на паркете у химчан. И Егор Вяйцев только продолжает присутствовать из тех, кто начинал третий учебник. 70 на 62. Да, все-таки именно вот бросок Кирмяков. Трехочковый, изначально засчитанный как. Поменяли на два балла, соответственно, не 7 очков, а 8 очков. Разница и преимущества «Химчан» или отставания «Пармы». Сергей Моня. «Парма» ухом бросать не стал. Дыбовский хороший перевод, оттуда можно. Из угла не точно Вяйцев забирает подбор. Моня там апеллирует к арбитрам. Досталось им в трехсекундной зоне тоже. Но у Хермики чуть по жестче стали играть, потому что заканчивается третья четверть. И вот впереди практически 10 минут чистого игрового времени на то, чтобы все-таки попытаться счет изменить. Зайцев бросает на исходе, на истечении времени владения мячом в атаке. Бросает не точно. Миллермакин Тайр за спиной поте, его прятался, прятался. Останавливается и бросает. Истинный издалек точно заканчивается третий четверть. 73 на 65. Впереди баскетбольный клуб Хермикин. 19 очков на лицевом счету. Фреки Кейнса, он по-прежнему самый результативный в матче. 17 у Миллермакин Тайм. Ну и собственно все, никто больше в составе Пармы не набрал 10 очков. Ближайшие 7 это Иван Ухов, 6 Александр Винник. А, 8 очков Маклин, конечно же, трое Маклин. У Химчан чуть более командный результат. 18 очков Томас. Только что был на ваших экранах, вытирал лицо. При этом 16 очков Алексей Швед, 12 очков Маркович, 11, Моня, 8, Руслан Потеев. Он при этом вновь появился на площадке, так что свою личную результантность может увеличить. 4 очка Зайцев, по 2 Якушин Супов. Молодцы пермики. В любом случае бьются непростой, непростой у них концовкой регулярного чемпионата. Тем не менее, в плей-офф попасть шансы есть. Скажу так. И стараются пермики их использовать с любой командой. Не важно, дома играют или на выезде. Немножко не повезло в родных стенах против Нижнего Новгорода. Но вот пытаются сотворить чудо в баскорбольном центре Московской области. Посмотрим, удастся или нет. Химчанам матч, наверное, тоже в любом случае нужен. Хотя обеспровлены они, конечно, травмами основных игроков. И Алексей Швед тоже в ходе этого сезона брал перерывчики короткие на восстановление своего здоровья. А впереди ведь самые решающие игры. Плей-офф Евролиги, плей-офф Единой Лиги ВТБ. Все самое лучшее. Смотрим на матч ТВ. Моня от защитки здорово сыграл. Не позволил атаковать Нильдерман Кентая против Зайцева. Нет, против Потеева бросает. За слоном помогли ему освободиться от обега Вячеслава Зайцева. Но через руку высокого Потеева тоже атаковать толком не получилось. Неплохо гоняют мяч по периметру пермики. Обострение, скидка на ухо. Вот тут еще одну скидку на Гейнца. Тот бросает издали и попадает. Аплодирует Николай Сматус. Ну, конечно, здесь стоит поаплодировать. Великолепная командная игра. Шикарный показ. Все было видно великолепно. И, конечно, пермики молодцы. Тут уж ничего не скажешь. Довели все-таки дело до броска. Того человека такого надо, который попадает. Но при этом стоит, конечно, отметить, что по-прежнему не очень здорово на счетах выглядит химчанин. Ой, какая передача почти в перехват. Повезло сейчас хозяевам, что мяч уходит за боковую линию. Владимир остается у выступольного главы химки. Вячеслав Зайцев будет водить мяч в игру. 73 на 68. Лишь 5 очков преимущества химчан. Вообще было, по-моему, 13 даже. 12 было. И в третьей четверти, ну, как минимум, 10-то было точно абсолютно в третьем периоде. Вот такое начало последнего четвертого. Вроде повезло, мяч остался. Но не обратили внимания, сколько осталось времени на владение. Не успели уложиться, выпустить туда же мяч. Даже попытаться это сделать. Кто сирены? Гейнс. Парень вроде поймал бросок и сейчас атаковал. Ну, если хотите, просто вроде как осознавая, что, ну, немножко получается, предыдущую атаку смог реализовать издельно. Но тогда все было логично. Тогда его товарищи по команде довели до него мяч. На повторе сейчас очень хорошо было видно. Спасибо коллегам. Насколько заступил за лицевую линию Дженкинс. Он при этом пытался арбитром показать, что вроде я в поле был. Да нет. На пол ступни был в ауте. Миллер Макентайр атакует. Миллер Макентайр атакует. Миллер Макентайр атакует. Зайцев его блокирует. Но не без помощи, конечно, Руслана Патиева. Тот тоже своей тенью накрыл Миллер Макентайра. Вячеслав Зайцев успел выпрыгнуть и плохая передача. Могли на городу лишь мяч не вылавливает. По потерям после первой половины, ну, примерное равенство было у Фима Кемпарме, а у хозяев после боли у Благохимки на одну потерю было больше. Но вот сейчас вторая половина примерно так же проходит. И вопрос, наверное, основной. Вот в концовке, в последней четверти, кто больше мячей потеряет, тот, наверное, игру все-таки и уступит. Дженкинс. Хорошо на спине играют беремяки. Зайцев не смог открыться сразу. За спину бросается. Делает передачу на Патиева низковато. Это, конечно, добыча маленьких игроков. Пармы, быстрая контратака. Атака Гейнс. Убирает очередные два очка. 24 у него на лицевом счету. 73 на 70. Хотел было сказать, как долго Георгия Спарцовна будет держать эту пятерку игроков на площадке. Но вот Маркович готовится. Встал сейчас со скопейки запасных. Да и готовится выйти на паркет. Сидит уже возле швейского столика. 7 минут 52 секунды еще играет в последнем периоде. Маркович вместо Вячеслава Зайцев появляется на площадке. Вот так вот, глядя со стороны, не зная, конечно, требования главного тренера, я бы сказал, что Зайцев в защите, в принципе, играет неплохо. Вот по нападению не помогает. Ну и хороший повтор с потерей Вячеслава Зайцева. Быстрый контратак и парма. Вынос мяча из-за лицевой. Сергей Будин будет вводить мяч в игру. Износ на Вяльцева. Тот пытается сыграть на Дженкинса. Было касание. Арбитр сначала дает, один арбитр дает владение парме. Тут же возмущаются игроки химчан и наиболее, конечно, эскрессивно делает это Егор Вяльцев. И тем не менее, после короткого совещания мяч все-таки у пармы. 73 на 70. Если сейчас удача улыбнется Пермяка, смогут забросить мяч издали, то счет-то будет равный. Камуфол. Поглядывают на Егора Вяльцева. Замена Вяльцева. Завелся. Поверно, завелся. Стал играть чуть чаще, чем надо было бы. 73 на 70. Алексей Швед появился на площадке. Миллер Магентайр. И бросает издави неплохо. Вроде казалось бы, мяч летит, однако в корзину не попадает. Андрис Грозулись. Шанс-то был. Надо было попадать? Надо реализовывать. Но вот состоит. Из этого и игра состоит. Реализуешь ты ту возможность, которую тебе команда доверила, позволила. Которую предоставила возможность для броска. Но, соответственно, доверила забросить мяч в корзину. 73 на 70. Кимчани в позиционном нападении по-прежнему в большей степени все-таки уповает на дубе. Позиционное нападение. Маркович на линии штрафного броска. Я бы даже не сказал, что Парма устает играть в защите. Нет. Настолько Химки хороши. Ну, в данном случае. Конечно, все относительно. Но вот в противостоянии с Пармой Химки в этом позиционном нападении сегодня. В этом их сила. Маркович точно в первом попытке с линии штрафного броска. 74 на 70. Ну, и если Химки хороши, возвращаемся к этому. Если Химки хороши в позиционном нападении, то, вне всякого сомнения, Парма хороша в быстрой контратаке. Перефод мгновенный. И вот по такому матчу счастье именно в быстрой игре. Не позволит Химчанам встать в защиту, разобрать игроков. Не давать успевать меняться. Дженкинс в защите сейчас коснулся мяча, но не выбил. Гейн с мячом против Мони. Врывается в трехсекундную зону. Скидка на коротке. Скидка на Грозулиса. Тот мяч забрасывает из-под кольца. 75 на 72. Потеев. Маркович. Моня на Потееву в касание. Руслан Потеев получает персональное замечание. Бросился он бороться за этот мяч. Сергей Моня при этом поднимает руку. Конечно, он виноват. Авантюрная передача. И так положая руку на сердце, мне кажется, на Руслана Потеева, на кого, на кого. Особенно в противостоянии. Ладно, если бы там был рядом с Потеевым Александр Винник. Опять возвращаемся. Примерно один рост, один вес. А когда против него низкоросло, против Потеева низкоросло игроки, ну, скорее, тут все-таки Потееву делать навесную передачу. Причем прямо туда, ближе к кольцу, чтобы Потееву только выпрыгнуть и переправить мяч. Складить его сверху. Чтобы даже не надо было стучать мячом в пол, получая его там в двух-трех метрах от корзины. Миллер Макентайр. Было касание. Так покачал головой Макентайр, поглядывая в сторону судей. Было касание в корпус. Чуть изменилась из-за этого траектория полета Макентайра. И неудобный был бросок. Алексей Швед издали. Не то, что Джмака забирает подбор. Ухов издали будет бросать. Нет, делает передачу. Передача на Грозулиса. И тот. Не обращая внимания, кто против него играет в защите. Пользуясь где-то в том числе и движение, которое у него есть. На врывании атакует через Алексея Шведа. При этом чуть-чуть там со спины не успел. Чуть-чуть не успел Руслан потеет. Андреис Градулис. Андреис Градулис. 2 метра 3 сантиметра. Рост. Вынужден сейчас исполнять роль. Понятно, центрового здесь, наверное, никто не исполняет. Но мощного форвара, что ли, если хотите. Снимки в позиционном нападении. Алексей Швец мячом. Идет в оба греша. Один в один скидком угол на Мони. Мони бросает издалее. Первый промах Мони. Но настолько хороший промах получился. Если бы коснулся мяч в душке кольца, отскочил бы неизвестно куда. А поскольку не коснулся в душке кольца, прямиком в руки Томаса попадает. Ну и уже Томас из-под кольца вынуждает нарушить на себе правила. Вот повтор момента. Мони без сопротивления атакует. Вот было бы касание. Скорее всего, мяч достался бы пермякам. Вот тоже везение, невезение. Вы посмотрите, он миновал корзину. Попадает прям в руки Томаса. Хотя по большому счету на щите-то больше не было никого. Там вокруг было 4 игрока фармы. Грозулис, да. 2 метра 3 сантиметра. Сейчас самый высокий игрок, находящийся на площадке в составе пармы. Атака издали. Маклин точен. 78 на 76. Да, 2 баллов сокращают свое отставание пермяки. Ох, молодцы какие сражаются. Алексей Швей отпадет до конца. Атакует не точно. Арбитры молчат. Быстрый контратак. А пармы Гейтс врывается в трехсекундную зону. Скидочка на Маклин. А Маклин попадает издали. Трэмаклин 79 на 78. Парма вырывается вперед за 5 минут. До окончания основного времени матча. Дженкинс, ну, может быть, химком теперь попробует побежать. Потому что последнее позиционное нападение у них не получается. Вот еще одно доказательство. Не получается вообще. Может быть, им немножко перестроится. Последние минуты в позиционке не получается ничего. Ну, практически сразу после моих слов о том, что силы химчан в позиционном нападении. И вдруг все перестало у них лететь. Вот надо побежать, наверное. Маркович. Защита, в принципе, успела вернуться. Маркович с Мони будет играть? Нет. На Томаса. Томас уже Мони отдает мяч. Мони из-под кольца. Промахивается. Забирает подбор. Маркович бросает издали. Мазок. Шред пролетает мимо мяча. И Гейнс начинает позиционное нападение паром. И при этом уже никуда не торопится. Интересно. Бежали, бежали. Пермики. Как только вырвались вперед, тут же стали играть уже в стиле химчан. В позиционном нападении. Медленном, текучем. Маклин. Обманул на противоходе Дженкинса. Все-таки обманул. За счет того, что сделал шаг внутрь двухочков. И потом такой намек, что пойдет назад. И тут же снова пошел вперед. Поймал на противоходе Дженкинса. Смог. Вот буквально полкорпуса выиграть. И этого хватило для того, чтобы ворваться в полсекунную зону мяч забросить. Томас из-под кольца спалом. Ай-яй-яй. Как неудачно для Пармы. Как удачно для химчан. Томас забрасывает два очка с фолом. Алексей Швед в роли разыгрывающего был великолепен. Спокойно постучал. Постучал несколько раз. Перед этим пытался обыгрывать индивидуально. Потому что потеря. То бросок не точно неудачный. А сейчас просто спокойно пришли, встали. Томас занял место в трехсекундной зоне. Поборолся там немножко. И Швед, конечно, сделал очень хорошую выигранную передачу. Томас на линии штрафного броска. Томас еще три очка в одной атаке. Томас и 81 на 81. Счет равный. Гейнс. Маклин. Гейнс упал. Арбитры молчат. Гейнс. 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 Подбросок без сопротивления. Сколько с мной, промахнулись. Алексей Швен напомнил о себе после хорошей передачи, может быть, так и поиграть. Сначала пас, потом индивидуальная игра. Бейдер Макентайр. Сложнейший бросок. Фала нет. Фала нет на Бейдер Макентайре, а вот на игроках, из футбольного клуба «Химти», сражающихся за бомбор, арбитры, пол зафиксировали. Грозулис получает персональное замечание. Четыре персональных. Фрэгейс, четыре персональных. Грозулис, четыре персональных. Трем Аклит. Проблема очень большая у пар. Мы даже, если получится перевести встречу в овертайм, по большому счету, эту пятиминутку дополнительную, если она будет, играть-то некем. Поэтому, конечно, теперь мне надо стараться сделать чудо, выиграть матч в основное время. А «Химти» надо «Химти» надо сыграть свою игру. Защитить свой родной дом. 2 минуты 34,7 секунды до окончания основного времени матча. «Химти» впереди 83 на 81. Все-таки опыт – это вещь большая. Великая, я бы даже сказал. Хозяева сейчас, ну, я бы сказал, что только за счет опыта, какой-то уверенности в своих силах, в своем преимуществе. Только за счет этого сейчас вновь уходит вперед. Если хотите, психология победителя. Хотя и у Гермякова, она, конечно же, тоже есть. Но если вот чуть-чуть чего-то не хватает, возможно, как раз вот те самые стены, которые дома помогают, сейчас помогают мельчанам. Маклин. Трэм Маклин один в один против Сергея Мони. Бросает издали. Трэм Маклин и попадает. Через руку защитника попадает. Трэм Маклин 84 на 84. Как же здорово играют те и другие. И матч результативный. Алексей Швейн один в один будет обыгрывать Грозулица. Врывается в трехсекундную зону. Там есть по страху. Однако он бросает. Бросает не точно. И не отсекают от конца. Томаса. 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 Фарма. Как же стали играть грамотно. Индивидуальное обострение и скидка свободному игроку. Раз за разом. Ну и иногда перемежается индивидуальной игрой. Как в предыдущей атаке Фармы. Издали забросил Трэм Маклин. Смака падает на паркет. Но успели разменяться. Защитники Пермяки. Алексей Швейн. Что скажет он? Просает издали. Ему не везет. Мажет. Гейнс против Томаса. Защитника. Ну вот. Есть преимущество у кимчан на данный момент в трехсекундной зоне. И стараются его использовать по максимуму. Причем по большому счету стараются использовать не в позиционном нападении. Целенаправленно выводя Томаса на атаку. А вот просто от такой понимаешь, что на подборе борется Томас. Борется Сергей Моню. Фол в нападении. 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 Не Моне. Томас пытается там что-то выведать у арбитра, продолжая выяснять, в чем было именно его нарушение. А в это время в нападении Парма и 87 на 86 Парма-то впереди минута до окончания остановки. Трэй Маклин теряет этот мяч. Успевает в падении подбить на Миллер Макентайра. Тот бросает и мяч не касается даже тушки кольца. Поэтому переходит уже без борьбы химчанам. Если бы хотя бы тушки кольца коснулся, то тогда могли бы продолжить атаковать чужое кольцо Пермики. Вот опять же к вопросу, везет, не везет. Вот чуть-чуть не хватило. Чуть правее мяч бы ушел, попал бы в тушку. Там могли бы побороться Пермики на подборе. Дженкинс. Швен. Он всю концовку делает у химчан. Скидка на Марковича. Маркович издалит. Точно взрывается. Ликованием баскетбольный центр Московской области. 89 на 87, 33,9 секунды до окончания основного времени матча. Буду говорить именно так, основного времени матча. Потому что разница в счете такая, что никто не может 100% гарантировать, чем этот поединок закончится. Чем закончится его основное время. У химчан с Валаби никаких проблем. Просто потому, что на всю команду, на всю, на всех, кто появлялся на площадке химчане, разложили фалы. Три персональных. Вяльцев, Дженкинс, Томас. По два персональных. Зубков, Маркович, Зайцев, Потеев. По одному фалу. Швед, Якушев. Все, кто выходил, все нарушали правила. И вот так вот. Основных проблем нет. В принципе, на команду фалов достаточно много. Примерно так же, как и у Парбок. Обращу внимание, что по итогам первой половины матча количество штрафных пробиток было одинаково. 14. У Парбе. По четыре фала. Гейнс, Грозулис, Маклин. По три персональных. Миллер, Макентайр, Александр, Винник. И, конечно, если овертайм будет, повторюсь, может так получиться, что первая половина матча будет. И, конечно, в смысле, не будет игроков второй пятерки. Понятно, что там выйдут игроки со скамейки запасных, но все-таки это уже ослабление. Не такая длинная скамейка у парны. Так, глупости, понял клуба Химки. Алексей Швет перехватывает мяч в концовке. Алексей Швет сыграл в защите за получение в этот решающий момент. Он не только в нападении, но и в защите делает игру. Ну и практически вот время окончания владения мячом в атаке у Химчана это будет время окончания матча. Там, по-моему, разница в одну секунду была. Но до четыре десятых. Если успели обратить внимание на... Табло там, где 24 секунды было, 7. А до окончания игры 7,4. То есть фактически задача Химчан была тянуть время. Но сейчас задача Алексея Шведа попасть в два штрафных броска. Два штрафных броска, я думаю, что дают победу. Два точных штрафных броска. Первый. Швет реализует. Уже попроще будет играть в защите. Главное, не пропустить трехочковый мяч Химчанам, когда они будут играть в защите. Ну и, соответственно, не нарушать правила при выполнении трехочкового. Швет. Швет не точен во второй попытке. Есть все шансы. У Парма сравняют, что в матче. Миллер Макентайр атакует издали. Промахивается. Моне забирает подбор. Победа баскетбольного клуба Химки. Ну что ж, где-то перефразируем, ну так скажем, по мотивам слов Наполеона после Бородинского сражения. Химчане доказали, что они очень хороши. Химчане защитили свою родную площадку, баскетбольный центр Московской области и победили. Но Парма была достойна победы. Парма была достойна победы. Сегодня провели очень и очень хороший матч. Если бы чуть пораньше проснулись бы в полной мере, хотя не сказать, чтобы играли плохо. Если бы не отпускали так далеко, то кто знает, как сложилась бы концовка этого матча. Ну а Химки показали свой глаз. Все-таки показали то, что это команда Евролиги и в концовках чувствуют себя достаточно уверенно. С чем мы их и поздравляем. 90 на 87 матч Единой Лиги ВТБ. Баскетбольный клуб Химки Парма закончит. Победа баскетбольного клуба Химки. Спасибо тем, кто был сегодня с нами. Спасибо режиссерам, звук и режиссерам, что помогали в проведении этой трансляции. Для вас работал Андрей Беляев. До свидания. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok